Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Крылья Советов завершили второй зимний сбор в Испанской Марбелье. Теперь наша команда получила несколько выходных и снова соберется вместе 16 февраля, чтобы отправиться на заключительный этой зимой сбор в Голландию. За ту неделю, которая прошла с момента нашей последней встречи, крылышки успели провести одну последнюю на Кубке Марбелье контрольную встречу против грузинского клуба Застафони. Как сложился этот матч, расскажем прямо сейчас. Третий соперник Крыльев на Кубке Марбелье, грузинский Застафони, хоть и является действующим чемпионом своей страны, но все-таки никак не может сравниться с киевским Динамо или ЦСКА. В этой встрече именно самарцы были явным фаворитом. Особый колорит этому матчу придавало присутствие в составе соперника хорошо известного болельщикам Крыльев Хавбека – Давида Муджири. В 2006-2007 годах Давид провел 44 матча в составе нашей команды, забил 14 мячей и даже дослужился до капитанской повязки. По старой доброй традиции, экс-самарцы всегда лучшие свои матчи проводят именно против Крыльев, но тренеры Застафони об этом, видимо, не знали, и встречу Муджири начал в запасе. С первых минут матча стало очевидным преимущество Крыльев в классе. Волжане быстро наладили контроль мяча, дело оставалось за малым. Открыть счет Галам в Морбелье. Но в отсутствие залечивающего травму Корнеленко это никак не удавалось. На выручку атакующей линии пришли игроки обороны. На исходе первых 30 минут встречи волжане буквально осадили штрафную соперника и заработали несколько угловых подряд. После подачи одного из них Иван Таранов сумел освободиться от опеки и без какого-либо сопротивления со стороны грузинских защитников колотил мяч в сетку головой. 1-0. После того, как игровой перевес Крыльев наконец нашел отражение на табло, подопечные Андрея Кобелева заиграли более раскрепощенно. Всего 6 минут понадобилось волжанам, чтобы увеличить разрыв в счете. Партнеры вывели Апаева на великолепную позицию для удара. Хызыр первым касанием пробросил мяч себе на ход, а вторым аккуратным ударом мимо вратаря отправил его в сетку. 2-0. Преимущество, которое по такой игре уже можно считать комфортным. Именно так рассудили не только болельщики, наблюдавшие за матчем через интернет, но и сами футболисты. Между тем расслабляться было рано. Особенно учитывая тот факт, что после перерыва на поле наконец появился Давид Муджири. Многоопытный плеймейкер и в лучшие годы не отличался выдающимися с красными качествами и любовью к черновой работе. А вот умение наладить комбинационную игру у Давида всегда было не отнять. Не могли не сказаться и замены, произведенные Андреем Кобелевым в оборонительной линии. Бавровский, вышедший на поле вместо Цалагова, не успел еще толком войти в игру, как уже вынужден был фалить на линии штрафной площади. На этот раз Муджири простил бывших одноклубников. А вот спустя несколько минут еще одна атака за Стафони закончилась для Крыльев плачевно. Первый удар с 20 метров Вавилен отбил, но прямо перед собой. А вот защитники бороться за отскочивший мяч не пошли. Форвард с озвучной грузинской фамилией Цинамд Гришвили без труда добил мяч в сетку. Футболисты в белой форме выступили в роли наблюдателей. 2-1, а играть-то оставалось еще более получаса. Пользователи интернета прильнули к мониторам в ожидании нервной концовки. Уже на последних минутах снять напряжение в матче мог Яковлев. Именно Павел завершал быструю атаку Крыльев ударом из пределов штрафной. Но мяч прошел намного выше перекладины. А уже в ответной атаке за считанные секунды до свистка мяч влетел в противоположные ворота. Гол Гагашидзе получился как две капли воды, похожим на мяч, забитый в первом тайме Тарановым. Подача со стандарта, откровенное разгильдяйство защитников и сильный удар головой с близкого расстояния не оставляет шансов Фавилину. 2-2. По регламенту соревнований судьбу матча командам предстояло решить в серии пенальти. Футболисты Застафони к своим попыткам отнеслись бережно. А вот Крыльям удалось реализовать лишь два 11-метровых из четырех. Из противостояния с Тарановым и Григоряным победителем вышел голкипер грузинской команды Квасхвадзе. Таким образом, футболисты Застафони на последних секундах спасли, казалось, проигранный матч. А Крыльям так и не удалось одержать ни одной победы на Кубке Марвелии. В Турции, Испании и Голландии есть все, чтобы даже зимой успешно тренироваться и играть в футбол. И в первую очередь это касается полей. В России климат куда более суровый и раннее начало чемпионата для многих команд становится серьезной проблемой. Современные технологии позволяют ускорить подготовку газона. Но обмануть природу невозможно, а ведь до возобновления чемпионата осталось совсем немного времени. На минувшей неделе своими глазами увидеть, как готовится «Металлург» к первым матчам 2012 года смог президент РФПЛ Сергей Пряткин. Впрочем, программа визита у руководителя лиги была насыщенная и приятных вопросов было куда больше. С трапа самолета в зону комфорта «Крылья Советов». Президента РФПЛ Сергея Пряткина на Самарской земле встречали генеральный директор «Крыльев» Денис Маслов и чешский суперфорвард Ян Коллер. Фигура нападающего в натуральную величину на фоне панорамы переполненного «Металлурга» сразу дала гостю возможность почувствовать. Футбол в Самаре не просто спорт, но практически религия. Сразу по прилету попадаешь на такую своеобразную аренку. Это очень интересно. Сегодня я, конечно, могу поздравить всех самарских болельщиков, руководителей клуба, руководителей края с такой замечательной датой, как 70 лет, который будет отмечаться в этом году. Есть предложения, которые Российский Футбольный Союз, думаю, у нас поддерживает. И вот от меня, как руководителя Премьер-лиги, я думаю, что в год 70-летия, конечно, постараемся принести какое-то такое яркое событие из футбольной жизни. Я имею в виду, может быть, один из матчей. Какой, пока не буду говорить, есть. Это будет приятный сюрприз. От рисунка на стене к реальному объекту. Именно главный самарский стадион стал первым пунктом визита руководителя Премьер-лиги. Привычная для февраля месяца картина. Вокруг белым-бело, но работы по подготовке стадиона к завершающей стадии чемпионата уже идут полным ходом. Трибуны очищаются от снега вручную, за поле отвечает система подогрева. Начали убирать трибуны, проведены все технологические мероприятия по полю, включен подогрев, отсеялись, мы внесли удобрения, накрыли флёнкой, то есть уже пошёл рост травки. Я так думаю, что через месяц поле будет в хорошем состоянии и к первой игре 18 марта мы подойдём с хорошим полем. Впрочем, даже если поле будет готово к проведению матчей, гарантировать, что игра состоится именно в Самаре невозможно. По словам Сергея Пряткина, в 2012 году арбитр будет принимать решение о проведении или отмене матча в соответствии с заранее разработанными нормами. При готовности, качественном готовности поля, поле должно быть готово. Ну и разумеется, конечно, вся инфраструктура, потому что стадионы проходят с архитекацией. Но при готовности поля может повлиять только большая минусовая температура. До минус 15 игры состоятся. Готовится принимать гостей и первый корпус «Металлурга». Ремонт здания начался ещё в прошлом году, а теперь вступает в финальную стадию. Сергею Геннадьевичу продемонстрировали новшества в системе безопасности, в том числе работу новых камер видеонаблюдения, охватывающих весь стадион. Заглянули руководители Премьер-лиги и в раздевалки команд, и в пресс-центр. А если точнее, в те помещения, где они будут располагаться. Судя по тому, как кипит работа, и футболистов, и сотрудников СМИ ждёт на первом домашнем матче приятный сюрприз. Возможно, самым важным пунктом программы стало посещение Белого дома. Беседа Сергея Пряткина с вице-губернатором Александром Нефёдовым и другими руководителями области длилась более получаса и прошла весьма продуктивно. Поговорили о перспективах клуба «Крылья Советов». Все озабочены, конечно, турнирным положением, постараются выровнять, доукомплектовать команду, выровнять её и достойно выступить в этом чемпионате. Я лично затрагивал тему, какие школы существуют в Самаре и в Самарском регионе в отношениях воспитания молодых игроков. Я имею в виду ребят, детишек, футболистов. Мне достаточно всё подробно рассказали, поэтому самые приятные впечатления. От предстоящего сезона у болельщиков совершенно особое ожидание. 70-летний юбилей – серьёзная дата. Говорят, что самое приятное в любом празднике – его предвкушение. Но как же хочется, чтобы по окончании сезона у всех самарских любителей футбола было такое же праздничное настроение. Коренной самарец, ровесник «Крыльев Советов», мастер спорта Советского Союза, блистательный вратарь, надёжный товарищ, талантливый педагог. Всё это о нём и только о нём. 10 февраля отметил свой 70-летний юбилей прославленный ветеран «Крыльев Советов» Геннадий Агуреев. Круглую дату юбиляр встретил, разумеется, вместе с партнёрами по команде на футбольной площадке, ещё раз доказав, что бывших футболистов не бывает. В школе номер 87 начинается урок физкультуры. На улице мороз, поэтому вместо пробежки на лыжах пятиклассники остались в спортивном зале, осваивать работу с баскетбольным мячом. Словом, урок как урок, ничего примечательного, если бы не одно «но». Едва ли найдётся в Самаре ещё хоть одна школа, где уроки физкультуры проводят мастер спорта Советского Союза. Впрочем, для детей Геннадий Иванович Агуреев в первую очередь не прославленный спортсмен, а скорее добрый дедушка и подскажет, и похвалит, и выслушает. Он отзывчивый. Если, к примеру, ты скажешь, ты себя плохо чувствуешь, он скажет, либо иди домой, или посиди на лавке. Он заботливый учитель. Геннадий Агуреев не только любимец детей, но и гордость школы. Шутка ли? Бабушки и дедушки некоторых его сегодняшних учеников ходили к нему на уроки физкультуры. Да и многие коллеги, включая директора школы, прошли через этот спортивный зал. На самом видном месте в кабинете Геннадия Ивановича флаг и шарф в крыльях, бронзовая медаль Чемпионата России 2004 года и, конечно же, подарки от учеников. Футбол, безусловно, игра номер один в жизни Геннадия Агуреева. Но своим ученикам он стремится привить навыки как можно большему количеству видов спорта. Это детство все научил. Мы в детстве, мы даже в городке играли. Футбол, коньки, русский хоккей. Правда, шайбы не было, в шайбы мы не играли. Волейбол, баскетбол. Ну, в школе, например, я во все виды игру. Во все. И поэтому вот как-то я знаком с этими видами. Ну, а потом институт, жизнь. Это так постепенно-постепенно. И все как бы сконцентрировалось в моем учебном процессе. Ежедневными уроками работы Геннадия Ивановича не ограничивается. Каждый год осенью он устраивает для всей школы спортивные праздники с соревнованиями и интересными гостями. Вся школа в этот день в спортивной форме, без спортивной мы бежим по микрорайону. У нас вот такая пробежка. То есть как бы агитируем мы всех ближлежащих домов, что вы занимаетесь спортом. Так все так удивленно смотрят. Ну, с вниманием смотрят, там хлопают, говорят, молодцы, все хорошо. Здесь вот родители соревнуются, каждый за свой класс. Потом вот и канат перетягиваем. Потом мы всегда, ну, поскольку я всегда с ветеранами-то общаюсь, мы делаем такую встречу, объявление по нашему микрорайону, что сегодня встречается команда ветеранов-колесоветов и футболисты нашей школы. Равиль Арябков, Панфилов, Толя Быткин, Гена Огуреев, Слава Попов, Слава Садовников. Вы понимаете, вот, и как-то вот люди приходят, смотрят, и с удовольствием. Действительно праздник. Товарищи по крыльям – совершенно особенные люди в жизни Геннадия Огуреева. Став командой на футбольном поле, они так и остались ею на всю жизнь. У Геннадия Ивановича сохранилось немало уникальных фотографий, на которых запечатлена команда крылья-советов конца 60-х годов. Та самая, которая наделала шуму в высшей лиге чемпионата СССР и славилась непроходимой обороной во главе с надежным, как скалавратарем. Ветераны крыльев – часть большой семьи Геннадия Огуреева. И именно эта семья в честь 70-летия вратаря вышла отмечать юбилей на футбольную площадку. Я хотел бы сказать, что вот из-за этого человека я чуть было не расстался со своей карьерой и не попал в команду крылья-советов. Когда меня в 67-м году пригласили, в первый раз в команду, мы бегали кругами, разминка была на «Динамо» в общей группе, и ребята узнали, что я учусь, я уже в институт поступил, и он бежит в группе, все вместе говорят, «Куда ты? Чего тебе нужно? Иди учись, зачем тебе это надо?» Вот такой нехороший человек. Настоящие спортсмены даже в таких матчах не могут играть спустя рукава. Юбиляр продолжал восхищать партнеров и зрителей самоотверженными прыжками по углам ворот. Основное время матча между ветеранами крыльев и друзьями Геннадия Огуреева, в котором юбиляр провел по тайму за каждую из команд, закончилось со счетом 4-4. В серии пенальти приняли участие все без исключения игроки команд, но реализовать свою попытку удалось лишь шестерым. Итоговый счет 7-7 в полной мере соответствовал праздничному характеру поединка, но сами участники решительно отвергли любые намеки на сговор. Без договорника, без... это совершенно точно, да? И то, что я не бил первый один с метровой, я не хотел задавать какой-то там тон, а точно промахнулся. А вот когда последний, да, что должен быть забит, он, да, у меня уже здесь как-то я к этому подошел очень четко. Без судьи и ничего не было сломано, да? Чистенько все играли, не били, ну, были там где-то какие-то... Но судья-то, оказывается, им может и не нужен в поле. Команды сами разберутся. Отметив свой день рождения, Геннадий Огуреев готовится отмечать 70-летие Крыльев Советов. Прекрасная спортивная форма ветерана не оставляет сомнений. Мы увидим его на поле в матчах, посвященных юбилею нашей команды. В воскресенье, 19 февраля, завершается очередной зимний чемпионат области по футболу. Крылья Советов 2, несмотря на неудачи в последних матчах, сохраняют шансы на призовое место. Но для этого необходимо в последнем туре обыгрывать восход. Как сложилась эта игра, вы узнаете ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. Смотрите нас на канале «Губерния», в портале «Чемпионат.ком» и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин